Главный критерий этих соревнований – это полные турнирные сетки. И среди мужчин, и среди девушек 14 лет и моложе по 32 участника. А спортсмены – профессионалы, молодые участники, которые готовятся сделать шаг в большой спорт. У мужчин третья категория, у девушек четвертая. Эти категории являются достаточно высокими. Это уровень первенства Москвы и Санкт-Петербурга. То есть выше – это только, допустим, чемпионаты России. Площадка самого высокого уровня международного класса – это грунт в закрытом помещении. Опытные теннисисты знают – грунт наиболее безопасен для мышц и костей. Травм на такой площадке меньше. Плюс на нем всегда заметны отпечатки мяча. И когда есть спорные моменты, легко найти след от удара. Именно на грунте проходит Ролан Горос – один из турниров «Большого шлема». Таких коррупов практически нет в России, потому что грунт обычно на улице, в помещениях удобнее держать харты. За грунтовым кортом очень много надо ухаживать. Уход действительно кропотлив. Поливка, выравнивание сюда, в Ленинский район, приезжают тренироваться настоящие звезды. Ну а звездами турнира на Кубок главы района стали молодые ребята. Артем Кухаренко, например, в начале турнира так и вовсе был темной лошадкой. Как на потенциального победителя на него и не смотрели. У него был большой перерыв в соревнованиях, поэтому у него сейчас немного очков. Но свой уровень он сохранил. И он решил вернуться в такой серьезный, я бы сказал, профессиональный теннис. Наша съемочная группа первой поздравила Артема. Мы встретили чемпиона сразу после игры. Любая победа, она очень важна. Поэтому я очень доволен и рад, надеюсь, что это даст большой толчок для будущего движения в спорте. Девушки очень долго не могли определиться. Их игра затянулась. В финальном матче выступили подруги. И никто не хотел уступать первое место. Нелегко. Моя подруга очень хорошо играла, но я чуть-чуть лучше. Насте всего 13. 9 из них она занимается теннисом. И у нее большие планы на будущее. Не очень нравится Мари Шапова, но я не знаю, как получится. Конечно, поздравить первых победителей Кубка главы Олег Хромов приехал лично. Он и сам активно тренируется каждую неделю по несколько часов. В таком режиме уже пятый год. Хочется взять ракетку и самому бегать по корту. Впечатление просто замечательное, потому что подростки играют просто великолепно. У меня даже есть некое чувство зависти, потому что многое то, что они умеют, я пока еще не могу. У главы есть шансы принять участие в турнире, но уже не в этом году. Следующий турнир обещают провести в декабре 2016 года. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.